Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Игорь Икара, и мы будем бороться с ним, проверим, в какой он форме, какой у тебя на голову момент вес. Проблизно 98 кг, то есть до 100 кг. До 100 кг. У Игоря 98 кг, у меня 108 кг, возможно, 109 кг. Мы с ним разомнемся, чуть-чуть поспарингуемся и проведем потом 6-раундовые поединки на левую и на правую руку. Смотрим. Хорошо, лучше, чем в прошлый раз. Хорошо. 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 Левая рука чуть-чуть слабее. Хорошо. 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 Итак, значит, ребята, сейчас будем бороться с 6-раундовые поединки. Значит, 3 раунда мы боремся без связки, 3 раунда связки. Команды будем давать по очереди. Один раз дает Игорь, один раз даю я. Все, смотрим. Игорь. Давай, первый раз. Давай, первый раз. Еще раз. Кисть. Игорь. 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 итак следующий поединка связки команда 4 раунда за мной команда за мной пятый поединок продолжим сейчас на другую сторону игорь команда за тобой шестой раунд на правую руку на правую руку 6 раундов за мной ну естественно учитывая разница в весе 10 кг ну плюс я обычно вешу вообще 116-112 кг сейчас я просто в 105 сбрасываю поэтому скажу так что Игорь посильнел с прошлой нашей встречи поэтому а он только начал набирать форму я думаю дальше будет лучше сейчас будем на левую бороться левую руку первый поединок буду хитрить пристартовать за тобой команда на левую руку а что такое он поддался я знаю так команда за мной игорь ты не хочешь ломать мне руку я не мог стартовать команда за тобой третий поединок у меня такие ощущения где-то минут 20 назад как будто бы просто так и все это возможно настрой какие-то волнения левая рука начинает набирать кстати какие дела у меня с левой рукой последнее время я чувствую что они очень сильные пальцы и она вообще начинает кричать и набирает намного быстрее чем право я надеюсь выйдем до того уровня на котором я был еще выше связка Так, шестой. За мной будем? Ради го. Так, ну, для меня это прям суперрезультат. Левая рука набирает обороты, заметно. Так как в прошлый раз мы боролись, я полностью руку пролетал. Скажу еще одно. Он почему-то не хочет включаться. И, короче, не стартует. Первые два поединка вообще отдал мне. Короче, бережет мою левую руку. Мы еще поборемся сейчас просто. Потренируем определенные места в крюку просто по спине. Чисто он верхом, чисто я буду стараться в крюк заходить. Вот так будем бороться. Все, хорошо. Ты с подушками работаешь? Нет, не с подушкой. Не надо. Не за три, короче, встать в подушке. Вращение. Блок. Не срабатываешь. Не сюда. Не сюда. Ага. В центр подушка. И все 12 повторений в одну точку. Это будет то же самое, что ты боксируешь. И если ты один раз тянешь сюда, второй сюда, третий сюда, это как бы техника не поставлена. Так же самые боксы. Постоянно в одну точку бьют. Это значит четко идти. И тут так же. Все в одну. Левая, правая. Тазарь, правая. Тазарь, правая. Тренироваться. Долго отдыхаешь? Минут 7. Есть. 7 минут. Есть. Есть. Все. Все. Давай, короче, переходи на 2 минуты. Через неделю на минуту. Нет, через 2 недели на минуту. Минус тренировка будет полчаса. Так так и должно быть. У меня сейчас тренировка идет 50 часа. Сейчас 10. Раньше 3 часа. У меня может тренировка идти 2 часа. В том случае, если я делаю 4 специализированных упражнения. И там, например, 4 каких-то подводящих. Какие-то для кличей, для плечи, для пресса, для косых, для поясницы. Вот. Это может затянуть. Там я отдыхаю. А все специализированные упражнения. Все. Четко. Тренировался. Нам большим. Около 100 кг. Нельзя делать большой. Это тем, кто почти не забивается. Им можно еще. Мелкий. Идеально. Все? Да. Все. Кто кабан? Стоять. Ох глянь. Кабан. Реально есть что гонять. Нормально. Слышишь? А что ты скажешь по поводу ТОП-8? Что там и как все продвигается? Когда будешь уже бороться? На данный момент информации нет. А как-то уже полтора года готовимся. Ну я понимаю. Да. Полтора года это конечно очень долгий период без соревновательной борьбы и без таких полноценных даже скажем спаррингов из-за этого коронавируса плюс залы закрыты плюс все остальное. Что интересно? Как ты вообще думаешь остальные спортсмены? Что они думают по поводу этого? Они расстроены так же само как и ты? Я думаю да. Я думаю каждый готовился на первый этап еще в прошлом году. И потом перенеслось на осень или на начало зимы. Готовались туда потихоньку. Ну кто готовился кто нет. Дальше опять перенеслось. Ну уже не знаю наверно. Багато кто перестал одуватись. Уже думаю ну дочекаемся когда будет остаточная дата. Когда уже точно все будет и нет. С ним одуватись. Ну понятно понятно. Короче стоп 8. Ничего не понятно. Будем ждать. Надеемся что будет злотый тур. В скором времени можно будет побороться в Киеве. И еще будет чемпионат Европы в Украине. Паифа. Через полтора месяца. Надеемся что это тоже все пройдет. А всем участникам топ 8. Я и участник топ 8. Желаем набирать форму. Не падать так сказать духом. И чтобы все все мы встретились на злотом туре. И на так сказать чтобы на злотом туре уже в этом году был последний этап топ 8. 20-21. Все. Всем пока.